Осенняя пора, а чей очарование? Нет, блин, поэт был нифига не прав. Но сегодня мы с вами, господа, будем разговаривать не о поэзии. Сегодня будем говорить про тачки. И вот у меня вопрос к вам. Настроение, сами понимаете, у меня говно, как погода. Как должен выглядеть человек, который покупает китайскую машину за 4,5 миллиона рублей? Ну, во-первых, ему должно быть за 40, это точно. Но в целом он должен быть с лишним весом, наверное, ну вот как я. И ему нужен еще один аксессуар для того, чтобы вообще вариантов не было. Примерно вот такой. То есть вот так вот, наверное, я буду прям конкретно в образе. О чем мы сегодня будем говорить? Про китайские ведра, конечно, само собой, как это водится. Вот слева стоит тугел у нашего маляра. Три с небольшим. В принципе, он доволен ею, потому что отдав там, ну, на тот момент, по-моему, 2,8, как бы получил то, на что рассчитывал. Но вот это вот то, что справа, это совсем другая история. Это тоже джиля, но не тугела. Это манжара. Более того, что самое интересное, это манжара сделана не для российского рынка. Она сделана для внутреннего рынка Китая. То есть вот то самое пресловутое китайское лухари, которое получилось после тесного взаимодействия с Вольво. И сегодня мы поговорим, что это такое. А в следующем видео обязательно ее вскроем и посмотрим, как она устроена внутри. Подпишитесь прямо сейчас. Ну и что терпеть? Поехали! Поехали, парни! Поехали! О том, что генетически перед нами плюс-минус Вольво, ну плюс-минус там, наверное, все-таки 90-е, красноречиво намекает передняя часть кузова этого самого Манджара. То есть, ну согласитесь, вот генетика видна невооруженным взглядом. Это прям вот оно и есть. Кто любит жизнь, тот любит Вольво, но только, естественно, подешевле. Ну, так сказать, с китайским колоритом. В то же время, разглядывая филей, так сказать, то есть жопную часть данной колесной конструкции, мы начинаем понимать, что здесь присутствуют явные отсылки к Германии, которая покинула российский рынок. Это все очень в профиль, в три четверти похоже на, по большому счету, Тигуан. Ну, вот эти вот, знаете, вот отсылочки, фонарики, есть что-то немецкое. Если посмотреть на то, как наклеены буковки, это похоже на британское. То есть, вот тут прям вот, может быть, написано Range Rover. То есть, как-то пытались, как всегда, китайцы, соответственно, совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое в одну четырехколесную конструкцию. В принципе, врать не буду, получилось. Выглядит прикольно. Есть в мире такая компания, которая называется Subaru. Вот Subaru, они красавчики были тем, что, в принципе, одну и ту же конструкцию продавали абсолютно за разные бабки и с совершенно разным назначением. Вот, знаете, есть Subaru Impreza, есть Subaru Impreza VRX, STI, есть Forester. Ну, казалось бы, кроссовер и спортивная машина. Ну, или на крайнях седан для домохозяйки с объемом мотора полтора. Что может быть общего? Все. Сами моторы, ходовая. Здесь такая же история. Китайцы решили не городить огород. Поэтому все, что стоит вот здесь, ну, по техничке, то есть мотор, коробка, соответственно, стоит и здесь. Тугела и, в общем-то, как бы вот этот вот самый манжаро, это одна и та же тачка. Просто разные кузова. А силовой агрегат и АКПП общие. Эти самые манжаро, господа, будут продаваться в России, а кое-где уже, в принципе, продаются плюс-минус за 4,5 миллиона рублей. Деньги немалые. По параллельному импорту можно притащить европейскую тачку или японскую. Но здесь начинает, в принципе, решать уже что? Дизайн и функционал. И, в принципе, те люди, которые доверяют китайцам и, в общем-то, их партнерам по производству автомобилей шведам, могут вполне себе позволить отдать эти деньги ради того, чтобы обладать вот этим. Значит, что вот это? Вот это, это где-то 4,8 плюс-минус длину, соответственно, ну, в районе метр, там, 90 в высоту и в ширину чуть больше 175. То есть, в целом, когда ты стоишь рядом с этой машиной, ты понимаешь, что она не очень большая. Я ездил на ней за рулем, она быстрая, хорошо рулится, коробка с мотором, в принципе, подружена тоже неплохо, но это, конечно, не тугела. Потому что все-таки, ну, другой кузов, то есть, другое соотношение массы, другая высота, и так как тугела, манжаро не наваливает. Но, в принципе, в целом, машина хорошо управляется и достаточно динамично. Для того, чтобы понять, что такое китайская эстетика, надо совместить две вещи в вашей голове воедино. Первое, это дизайн машины, которая действительно, ну, офигенно смотрится. Она, в моем понимании, достаточно красивая. Классические обводы, вот эта вот гибридизация шведов, соответственно, и немцев, это заходит. Но, когда вы открываете вот эту вот дверь, оснащенную бесключевым доступом, вы видите вот это вот. То есть, что-то такое вот коричневое, белое, тут же псевдодерево, хром, то есть, всего очень много. И назначение этого всего в том, чтобы у вас сложилось впечатление, что перед вами нечто богатое. Плюс этой комплектации в том, что мы, в общем-то, находимся в салоне машины, которая делалась для Китая. Не для экспорта в Российскую Федерацию. Это прямо вот тот самый внутренний рыночек. Шильдики на жопе с китайскими иероглифами. 20-е, соответственно, литые дисочки, чего не будет здесь в России, будут 18-е. Ну и, конечно, вот это вот все в ухоре, которое нас окружает. Черный потолок, типа алькантара, там стоечка. Тут вот беленькая, аж даже с розовенькой прошивочка. То есть, ну, смотрится вообще неплохо. На отдаление. Почему на отдаление? Когда ты садишься за этот вот руль, смотришь на него, начинаешь это трогать руками, ты понимаешь, что, в общем-то, как бы качество кожи могло бы быть и получше. И из руля, в общем-то, вот здесь внизу могли бы не торчать нитки. Тогда на ухоре было бы похоже больше. Если вы окажетесь в салоне этой вот точилой, первое, на что ляжет взгляд, это вот эта вот черная панель, уходящая от водителя куда-то далеко. И там в конце прям вот как будто долотом вырубленная дыра, из которой торчит дефлектор. Смотрится прикольно. Необычно, нигде такого не видел. Ну, цифровая приборка, понятно, и кусок Porsche вот здесь, за который можно взяться. Или Куре, кому как больше нравится. И маленькие такие, знаете, вот маленькие такие вот убогие дефлекторы. Но в целом, как бы, это смотрится замечательно. Ах да, еще сверху будет написано Боус. Все как бы намекает на то, что во всем этом есть хорошая музыка, не китайская. Но для того, чтобы получить удовольствие полностью, давайте мы все это с вами заведем. Возбудим, так сказать. Оживут, соответственно, у нас дисплейчики. Может быть, что-то мы не заводимся. Почему мы не заводимся? Беда, печаль. Пока только экраны. Рекламная пауза. Со второго удара, господа, я уговорил эту китаянку сотрудничать. И, наконец-то, она возбудилась и завелась. Значит, первое, что мы сделаем, это вот этот вот ключ, положим, соответственно, на его место, чтобы он подзаряжался. Да, здесь так можно. Здесь есть, соответственно, беспроводная зарядка. Телефон надо будет поместить вот сюда. И самое главное, это вот эти вот три мониторчика. Один находится перед лицом водителя, один по центру и один перед лицом переднего правого пассажира. Светится все, что, мать его, новогодняя елка. Но в китайской, скажем так, мифологии обилие мониторов должно намекать на состоятельность хозяина тачки. И не важно, что, в общем-то, на Алиэкспресс, наверное, такой монитор стоит хорошо, если долларов 15-20 по себе. Да, вот еще какой момент. Так как это серая поставка, естественно, вам для того, чтобы управлять вот всей этой обобудой, надо понимать в кантонском диалекте. Будет проще. Но потихонечку, соответственно, начнем. Я не очень, как бы, шарю в кантонском диалекте, поэтому, как бы, извините, но это займет какое-то время. Вот, все возбудилось. Значит, что мы здесь видим? На центральном мониторе основное меню. Справа какой-то обаятельный китаец. Земной шар, который хотят завоевать китайца. И реклама ублюдочного телефона, который продается в Китае. Все в одном. То есть реклама будет у вас в тачке прям вот по зеленой. Даже интернет не работает сейчас с ней, а реклама телефона уже есть. Что умеет этот автомобиль? На самом деле многое. То есть если сравнивать его с европейскими, корейскими одноклассниками за такие бабки, те не умеют вообще ничего. Они нормально не едут, как правило, не очень хорошо управляются, и в них нет вообще всего вот этого вот. Это факт. То есть это придется признать. Даже если вы не любите китайские машины, как не люблю их я. Ну, потому что все-таки врать самому себе грешно. Что есть дальше? Значит, здесь есть автопилот. Я не оговорился. Ну, конечно, это не Тесловский автопилот, но по большому счету машина может сама держать себя в полосе, видя другие автомобили, когда вы едете. Может притормаживать и может еще много всякого. Особенно если вы зарегистрируетесь на сайте производителя и живете в Китае. Тогда все будет работать корректно. Если в России, то, блин, не очень. Что здесь есть еще? Еще есть, соответственно, вот такие вот разные кнопочки. То есть это клавиша, которая не быстро запускает опционал управления автомобилем. Ну, давайте пробежимся. То есть из интересного, ого, быстрое меню, значит, что у нас тут есть? У нас тут есть, соответственно, климат. Это достаточно красиво нарисовано. Из меню климат мы можем попасть, ну, как можем, конечно, поуправлять всем вот этим, само собой. Можно включить кондиционер на максимум, поднять температуру. Можно включить авторежим, чтобы нам не дуло в лицо. И, наверное, как бы не будем мы долго баловаться с этим раздельным климатом. Вот. Сделаем мы иначе. Мы перейдем в меню управления сидений. Нарисовано тоже красиво. Значит, и так мы можем управлять передним правым и передним левым. Степень, скажем так, поджаривания вашей пятой точки будет отражаться на пиктограммах. Это очень увлекательно. То есть при отключении будет серый салончик. Первый режим, соответственно, адский пламень. Второй среднего уровня грешник. И, в общем-то, как бы первый это неразумное дитё, которое обмануло маму, разбив кружку. Я бы так это сформулировал. Помимо всего прочего, здесь есть вентиляция. Ну, вентиляция сидений. Это для праведников. То есть для того, чтобы вы не страдали в этой точиле летом, для того, чтобы ваши ягодичные мышцы не потели и не покрывались пузырями, какими-нибудь волдырями, чтобы всё было пристойно и благочестиво, вы сможете охлаждать свой сиятельный зад, который принадлежит телу, которое, в свою очередь, отдало 4,5 миллионов рублей за всю вот эту вот цветомузыку. Хитрозады, китайские товарищи, отлично знают главный секрет, что планшет можно купить на Алиэкспресс за 15 баксов, а кучу кнопочек хорошего качества нет. Поэтому, конечно, в этом лухаре всё управляется с планшета. В частности, если вы пойдёте вот сюда, не перепутайте кнопочки. Здесь написано, что если ты нажмёшь на вот эту вот кнопочку в дождь и повернёшь ползунок вправо, то ты станешь лохом, потому что у тебя откроется люк. Тебе надо нажать правую кнопочку, и тогда у тебя откроется только шторка. Ну, со звуками. Кстати, по поводу звуков. Знаете, это первая машина из вот такого среднего ценового сегмента 4+, где я реально слышу, как работает вентиляция сиденья на максимуме. Ну, такой, знаете, приятный звуковой фон. Типа вот того, как только что работала эта штора. Что ещё может китайцы? Ребята, вы вообще натурально обалдеете. Естественно, как во всех китайцах, тут есть автоматическая парковка. Куча режимов, и в принципе, плюс-минус всё это работает, потому что здесь есть куча камер. Но есть один нюанс. Так как прошивка не зарегистрирована в самом Китае, эти камеры, они, в общем-то, не работают. И придётся вам ездить, соответственно, по сонарам или по старинке, задницей чувствуя, сколько сзади осталось до препятствия. Есть куча микрофончиков, чтобы партия, соответственно, слышала, о чём вы говорите в своём автомобиле. И ещё много интересного. Но самое главное, самый жир, пацаны, он не в этом. Знаете, друзья мои, это реально офигенная, очень большая, красивая, комфортная машина. Вот посмотрите на меня, я двухметровый. Вообще, просто полный вот лакшери запас позитивных эмоций. Но это ещё не всё. Самый китайский жир, он, как всегда, в деталях. Такие детали, они редко приходят в голову европейцам. Но китайцев остановить нельзя. Вот смотрите, сейчас я нажму кнопочку ночного режима. То есть я её нажимаю, сидение само отъезжает назад. Люк закрывается шторой. И тухнет, соответственно, монитор. Самое главное, чтобы в этот момент вас не жахнули, потому что вы полностью расслаблены. Но могу сказать так. Если бы у власти сохранился не Мао Цзэдун, а Чан Кайши, он бы был доволен вот этим всем по одной простой причине. Это, пацаны, натуральный, понимаете, натуральный капитализм в чистом виде. То есть это вот прям вот избыточный жир, который вообще, то есть совершенно не нужен китайскому товарищу. Что такое агрессивный по-китайски? Ну, давайте повращаем колечко Drive Mode. Первое положение. Это эко-режим, друзья. Посмотрите, как много мари-ванны под колесами этого автомобиля. Второй режим. Значит, это у нас, соответственно, я так понимаю, сноу, то бишь... Ну, это ясно. Это песок, так. А вот это, это, ребята, не голубой режим. Нет, это умный режим. То есть в целом, в целом, как бы все хорошо. Сейчас... А, это спорт. Вот вы чувствуете? Послушайте вот этот звук. Ой, прям чистая китайская агрессия. Зачем это нужно слушать каждый раз, лично я понять не могу. Да, вот еще что. Вообще, как бы задумка офигенная. Потому что есть, конечно, голосовой помощник у всего вот этого. Так, хороший кантонский. И проблема в том, что, блин, я родился в империи. И я считаю, что, как бы, другие люди должны учить тот язык, на котором я говорю. Кстати, так думают многие американцы. Не буду их осуждать. Но, в целом, если вы владеете всем вот этим вот, то вы, соответственно, сможете болтать с этой милой китайянкой. И, возможно, она сделает вам что-то прикольное, о чем вы не захотите рассказывать. Ну, в остальном здесь все привычно. То есть, соответственно, иконочки по расходу топлива, по температурке. Все это так посредственно отрисовано. Немножечко тут, как бы, кожа. И вот единственное, что сделано, доступно. Это вот управление климатом. Такая вот линейка подогревом зеркал и всего прочего. Электронный ручник, разумеется. А больше, по большому счету, и говорить-то, я думаю, не о чем. Подведем короткое резюме. Подведем короткое резюме. Что перед нами? Перед нами, в общем-то, действительно хороший китайский автомобиль с корнями от Вольво. Это обнадеживает. В общем-то, те тачки, которые сделаны по этой схеме, прекрасно работают. Я говорю сейчас о Тугеллах. Это большая машина. Она красивая. Она технологичная. В ней много электроники. Она действительно хорошо, ну, для китайской машины стоит на дороге. Неплохо рулится. Она, правда, динамична для своего двухлитрового турбомотора на 238 лошадиных сил. В ней есть полный привод. В ней есть японская автоматическая коробка без всяких роботов. И она не вызывает чувства тошноты. В целом, мне все нравится. Значит, что это такое на самом деле, я покажу в следующем видео, когда мы ее подразберем и поднимем на подъемнике. Я думаю, это будет интересно тем, у кого есть лишнее 4,5 миллиона рублей для машины, которая в принципе... Для покупки машины, которая рассчитана, по большому счету, конечно, на гика. Ну, и на любителей смотреть китайцев и рекламу мобильных телефонов. Подписывайтесь. В следующей серии будет интересно. Пока, парни.